Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру, которая называется Гигапокалипс. И в ней мы будем играть за различных монстров и разрушать города людей. Но также эти монстры умеют прокачиваться, мутировать и так далее. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков, так начнется же вакханалие разрушения. Конечно, пора бы начинать. Итак, на выбор у нас, как я понимаю, есть три монстра. Это некто Рогат, Азуратх и Думтера. Также, ага, следующие монстры есть, но вау, они пока недоступны. Ну Лиссар выглядит офигенно. Ветерис выглядит неплохо, но это больше похоже на каких-то пришельцев. Давайте выберем кого-то из этих ребят. Например, Азурата. Мистический гигантский чувак, который может вызывать различных миньонов. Но он тоже мне пока недоступен. Блин, пипец. Доступен получается только самый первый, Рогатх. Ну, наверное, потому что у него есть рога. Хорошо, можно его кастомизировать. Вот это здорово. Но опять же, пока тут ничего недоступно. Окей, давайте начнем просто играть и что-нибудь уже наконец-то разрушим. Агнеаннигиляция, как и было написано. Итак, ну все по классике. Конечно, какие-то ученые делали какие-то эксперименты и создали этого Рогата. А потом пошло что-то не по плану. А, статус. Солдер. Капитан Виллиан, у нас проблемы. Что случилось? Мы потеряли клетку Рогата. Короче, наверное, Рогат решил выбраться из клетки. Что ж, посмотрим. Получится ли у Рогата это сделать или нет. О, да, действительно, питание клетки немножечко ушло куда-то. И Рогат говорит, что пора выбираться. И, в общем-то, это делает. Я могу махать руками, а также я могу стрелять лазерами. Правда, не из глаз, как это обычно бывает, а из рогов. Ха-ха-ха-ха-ха! Вы меня не остановите! Жалкие людишки, зачем мы проводили свои жалкие экспериментики? Так, у меня есть хелсбар и есть бар ярости. А еще, как я понимаю, когда я не атакую долго лазером, у меня происходит заряд, а потом бэмс! И просто превращаем людей в обугленные кусочки. Остаются лишь черепа, они пытаются стрелять, но люди не стреляйте. Я сам, по-моему, могу стрелять. Какие-то космолеты высаживают десант. Ну ладно, попробуем набрать полоску ярости. Правда, мне кажется, не хватает людишек, чтобы набрать эту полоску ярости. И смотрите, опаньки, скиллы! Вот для чего нужна ярость. Мы можем использовать скиллы. Давайте попробуем первый скилл, что он дает, интересно. Почему-то пока использовать... Второй скилл удалось использовать, а вот первый нет. К сожалению, второй скилл выпускает кучу фаерболов. Так, ну и где все люди? Наверное, я раньше времени всех поуничтожал. Ладно, первый скилл. Воу, вот это неплохо! Он просто начинает всасывать вообще всех, кто находится поблизости. И у него еще постепенно хп регенится. Блин, это здорово! Хотелось бы еще и третий скилл испытать. Давайте попробуем. Угу, лазерные волны, расходящиеся в разные стороны. Так, а что это за гигантская брокколи? И для чего оно нужно? Наверное, восстанавливает хп? Или что-то в этом духе? Нифига, у них тоже есть роботы! Так, попробую зарядить... Зарядить лазер и... Пумс! Ладно, тогда вручную буду его просто уничтожать. Хе-хе-хе-хе-хе. Робот оказался довольно-таки слабым. И это здорово! Практически меня не закоцал. Так, мне... Погодите, а что ярость так быстро заканчивается? Я чуть не понимаю. Ха! Потому что я никого не уничтожал. А любая атака отнимает немножечко ярости. Ладно, давайте используем пять. Он начинает как баран бежать вперед и сносить все на своем пути. Суперлазер! Жесть! Он далеко пробежал. А теперь время суперлазера. И смотрите, добрались до какого-то портала. Возможно, это как раз-таки портал к выходу из этой лаборатории. Капитан Виллиан, рогат хочет отправиться в портал времени. Он сейчас попадет в тайм-вортекс. Ладно, я понял. Короче, это портал времени. Э-э-э-э, че мой рогат стал малышом? Ну так не честно. Я был большим и сильным, и все уничтожало. Теперь у меня просто соска. Ну офигеть! Это подстава какая-то! Но люди до меня уже не доберутся. Я реально телепортируюсь в этот портал. Блин, так мы его будем прокачивать с самого начала. Он стал малышом и... Блин, это прикольно! Прикольно! Монстр-малыш, за которым нужно убирать какахи. Ха-ха, это тамагочи. Так, квесты, ачивки, города, скиллы. Пока тут ничего недоступно. Мне нужен какой-то ПТС. Квесты и ачивки тоже пока как бы непонятно. Я ничего не выполнил. Окей, возвращаемся назад. Давайте мутации и ПТ. У меня, смотрите, 500 мутейшн ПТСа есть. 2000 ПТСа. 2000, 2000. Все стоит по 2000. Мутировать, стало быть, я тоже пока не смогу. Жалко, а что за ПТ? Не могу пока тоже ПТов экипировать. Да и, в общем-то, я их не нашел еще ни одного. Окей, тогда мне остается только накормить его. Кушай, малыш, давай, пожирай это мясо. Мясо динозавров, надо полагать. Плюс 500 мутейшн ПТСа? Да! Шикарно! Когда мы его кормим, получаем мутейшн ПТС. Давайте еще немного малыша покормим. И у него, смотрите, сзади какое-то пчлиное жало. Так, декор. Что у нас есть из декора? Можно зилокит какой-то поставить, увеличивает регенерацию, здоровье. Можно броню. Давайте поставим за этот ПТС вот этот зилокит. Отлично. И теперь во время сражений я буду постепенно регенерировать. Что ж, это здорово. Ну а пора бы отправляться в города и что-нибудь разрушить наконец-таки. Из будущего мы отправились в прошлое. Если я правильно понял... Опа. Погодь. А я снова большой. А почему я снова большой? Почему я был маленьким, а стал большим? Ладно, нужно уничтожать как можно больше объектов. Здесь даже военных никаких нет. Птицы только летают, машины ездят. Э, все-таки есть военные, стреляют из окон. Ну, возможно, это обычные гражданские с оружием. Черт, ну мне не получается это здание разрушить. Нет ярости. Ну, а, дома мешают пройти. Ладно, давайте попробуем накопить заряд. А сейчас нельзя. Похоже, пока я недостаточно прокачан, чтобы заряд накапливать. Такого скилла просто-напросто нет. Э, давайте, стреляйте в меня больше, люди. Я должен разрушить этот дом. Не хватает ярости. Давайте, покажите, на что вы способны, люди. Давайте. О, совсем другое дело. Тоже буду по ним стрелять. Эй, обычные гражданские пытаются разбегаться. Ну, монстр, почему ты такой не злой? Ты должен быть злым и агрессивным. Над тобой ставили эксперименты, а теперь ты... Нету ярости. Ну, пипец. Это странно. Нет ярости. А как эту ярость еще заработать? Черт побери, это странная механика. Я всех перебил, у меня нет ярости. Я сломать здание не могу, чтобы пройти дальше. Давай. Сколько? 25 вроде ярости на удар нужно. Да, 25. Есть! Я сломал эти дома. Ура! Наконец-то. Так, будем ломать и дальше дома. Только этот дом, похоже, можно сломать. Прекрасно. Ярость, когда я иду, набирается быстрее. Ну все, совсем другое дело. Все, теперь шикарно. Убить меня невозможно, потому что у меня есть регенерация хп. М2Х-поинт. Что бы это ни значило, это, наверное, хорошо. Таким образом, мы ПТСики будем зарабатывать. Я понял. Ой-ой-ой, тут уже и медицинская скорая помощь приезжает. Ну, а что это за восклицательный знак? Снова ярость закончилась. О, немного больше ярости. Так, просто тратить я ее тогда не буду. Друзья, наверное. А как? А что сделать? Почему восклицательный знак? Я ничего не мог сделать. Ладно, будем тратить ярость только на разрушение домов. Морошка! И по мне кто-то сверху пытается стрелять. О чем думают эти жалкие люди? Там вертолет может быть наверху, а я слишком маленький, чтобы до него дотянуться. Ну, дофига солдат, прям классно. Вот, так я умереть сейчас могу, нифига себе. Меня расстреляли просто. Жестяк, да. Из меня опять сделали малыша. Ну, никуда это не годится. Видимо, это свойство нашего монстрика. Когда много урона, он становится маленьким. Ну, заработали ПТСа. Мутейшн ПТСа. И, может быть, что-то проапгрейдим сейчас. Давайте посмотрим. 2000 мутейшн ПТСа. Лазер. Вот это было бы хорошо. Отскакивающий лазер. После отскока он наносит 20% урона. Неплохо, чтобы по большим площадям, по толпам стрелять. Мне нравится этот апгрейд, поэтому взял я именно его. Покормим, конечно, малыша. Давай, кушай. Ну, и декор. А сколько у меня? Ничего купить не могу. ПТСиков не хватает. Задания, разумеется, пока не выполнены. Хотя, смотрите-ка, вот это задание выполнено. Но никаких бонусов это мне не дает. Какаху надо убирать. Что ж, отправляемся дальше. Рушить город, конечно. Я стал помощнее. Но нужно в следующий раз именно взять прокачку, которая с яростью какие-то бонусы дает. Во, действительно, луч начал отскакивать. Это уж гораздо лучше. Не буду больше скапливать военных, как я сделал это в прошлый раз. Можно было заработать еще больше ПТСа. Но я чё-то как-то... Чё-то как-то ломал дома и боялся тратить ярость. Не стрелял из лазера, и вот результат. Погиб я просто. Но теперь я научился грамотно распоряжаться всеми своими мощностями и силами. Не надо сидеть на крыше. Ты ж мог свалиться, друг. Ну, я ему помог. Помог убраться с крыши. Ну, не стреляй, не стреляй в меня. И даже регенерация здоровья не помогла мне, что печально. И в прошлый раз я просто шел и стрелял бездумно просто. Наверное, лазер делает так. Но... О, двойной дэмэш. Прям можно этим воспользоваться и поломать дома. Это что такое было? Почему оно погружается под землю? Отлично, рампейдж. О-хо-хо, аж небо покраснело. Здоровечно, здоровечно. Ну и больше мы не застреваем возле домов. Кто там сверху по мне пытается стрелять? Сколько можно? Так, расстреляем тут все дома, пока ярость есть. Военные опять пытаются скапливаться. На машинах приезжают, сзади прибегают. У них нет шансов, у этих военных несчастных. По-моему, мы уже дальше продвинулись, чем в прошлый раз. Либо мне кажется, либо это действительно так. Ярость не заканчивается. Это здорово. Ой-ой-ой, много прям военных. Много, очень много. Не, ну рикошет классная вещь. Я бы еще больше вкачал рикошет, чтобы он рикошетил там не по двум, по трем целям, а чтобы сразу по пятиры, по пяти... Ой, это кто такие сверху? Че? По пяти целям или что-то в этом духе. Вот это было бы реально классно. Так, и по-моему, я опять потратил всю ярость раньше времени. Ломать дома бы нужно. Ну не знаю, вроде бы дальше прошел. Либо мне кажется, либо дальше. Но хпшки все равно маловато. Машины, машины, машины уничтожить. Эх, появляются ракетчики, появляются пулеметчики и делают нашему монстру реально очень больно. Ни стыда у них, ни совести нет. Нет, чтобы покормить меня наоборот, чтобы я еще больше мутировал. Не-е-е. Они об этом даже и не думают. Сколько ПТС у меня-то есть? Три восемьсот пятьдесят. Прекрасно, улучшенный лазер. Топ какой-то. Ммм, регенерация. Но я не могу ее прокачать. А почему я не могу эти апгрейды сделать? А, недоступно в моей версии. Броня органическая. Недоступна дополнительная регенерация. Здесь тоже. Здесь тоже. Это мы уже прокачали. Следующая прокачка стоит дороже. Ну, пэты. Что по пэтам? Пэт слог. Слот. Ну, жалко, жалко пока. Нет столько ПТСа, чтобы тратить. Жалко. Так, ладно. Тогда возьму мутации и улучшенный лазер. Все. Ну, что, покормим тебя, малышок. Покормим. О, можно что-то тут купить. Еще дополнительная регенерация. Зилла кит. Ха. Дистракшн ПТС. Броня. Рейдж регенерейшн. Вот что мне нужно. Рейдж регенерейшн. Второго левела. Прекрасно. Па-ни-слайс. Теперь я гораздо чаще смогу стрелять, потому что ярость будет регенерировать. Должно быть жестче. Ну да, ярость действительно гораздо бодрее регенерирует. Все будет здорово. Плюс улучшенный лазер. Но все равно он пока не способен заряжаться, как это было в самом начале в лаборатории. И этого, конечно, не хватает. Что бы кто ни говорил, этого не хватает очень сильно. Аннигиляция. Вот только я не понимаю, есть ли тут полоска, которая указывает, сколько остается до конца. До конца города. Хочется весь город пройти и отправиться в следующее. Посмотреть, что люди смогут предложить. Может быть новая техника какая-то. Может быть... Я могу бесконечно стрелять. Вообще бесконечно. Может техника какая-нибудь новая. Может быть будут такие же мутанты, как и я враги. Было бы реально здорово. Пэта нашли. Вот это прекрасно. Ай, с самого начала хотел Пэта, когда узнал, что здесь есть Пэты. Возможно, это будет какой-то маленький мутант, который просто будет ходить со мной рядом и тоже стрелять лазерами. Либо просто кушать людей. Ловить их или бить руками. Я не знаю. Любая помощь будет полезна. Может он вообще будет летать возле меня и просто регенерировать меня. Подхиливать. Кто знает. Но разрушения мы устраиваем жесткие. По машинам нужно стрелять заранее, потому что там вылазят военные. Я уже научен горьким опытом. Много демеджа именно из-за машин было нанесено мне. Вот из-за таких вот белых. Что-то бронированные военные. Ёлки-палки. Мы еще дальше в этот раз зайдем. Гораздо дальше. Ярость просто бесконечная. Вот это надо взорвать. Не знаю зачем. Решил взорвать. Что мне это дало? Тоже какие-то ПТСы. И если праниши начал стрелять, возможно бы все ПТСы смог бы собрать. Которые падают из этого дирижабля и было бы здорово. На заднем фоне машину взорвать нельзя. Жалко. Но это не честно, что кто-то реально сверху меня просто обстреливает и периодически наносит демедж мне. Или не наносит. Может это падающие кусочки метеорита? Астероид. А давай взрывай машины. Класс. О, еще и щит найден был. Классно. Сейчас может быть подрегеним немного. Да, 10 секунд щит действует. Мы реально сможем, ну, хорошо отрегениться. Прям достойно, достойно, достойно. А потом ПЭД. А потом ПЭД. Ох, и людям тогда достанется по полной программе. Если взорвать заправку, должен быть мегавзрыв. Не было мегавзрыва. Жалко. Теперь уже людюишки от меня убегают. И, похоже, мы дошли до конца этого города. Посмотрите, добрались до флага. Хе-хе-хе-хе. Да, прокачки дают результат. Офигенный результат. Или это, может, чекпоинт? Это чекпоинт всего лишь. Черт побери. А я думал, это конец города. Но что-то люди закончились. А, тут появляются новые враги. Дроны, в частности. Видимо, успела среагировать армия. И посылают уже что-то посерьезнее. Нежели, чем обычная пехота против меня. Но дроны у них были слабенькие. С двух выстрелов буквально погибают. Давайте танки. Давайте самолеты, истребители, вертолеты. Ракеты. Запускайте. Давайте в меня все. Я все равно хочу погибнуть, чтобы потестить пэта. Так что нормально. Но я все равно буду сопротивляться. Я так просто не сдамся. Конечно, буду сопротивляться. А как иначе? Давай вот... Ах, ну дофига уже. Дофига дэмэджа. Регенерация не справляется. Меня больше дымажит, чем я регенерирую. Но ПТСа набрал я. Да, хренище. О, да. Плюс две еды. Классно. Это дополнительная мутация еще. Давай сразу накормим его двумя кусками. Кушай. Ну, кушай. Что, не хочешь кушать? А, его гладить можно. Смотрите. 750. 750. Для мутации. Давай. Во, 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 во. И сколько раз такое можно будет сделать, чтобы получить дополнительно немного очков мутации? Давай еще. Ну, похоже, это максимум. Да, больше не дают очков мутации. И еду кушать он тоже почему-то не желает. Ну и не кушай, раз не голоден. Так, что у нас тут? Ну да, выполняем задание. Окей. Что по скиллам. Нам стали доступны скиллы. Смотрите-ка. У нас пять ПТСа. Съешь пять людей для восстановления ста хп. Конечно, давай. Следующая пока на десятом левеле станет доступна. Еще одна прокачка. Еще одна прокачка. А почему людей становится... Может быть, каждый человек восстанавливает 100 хп? Если это так, то это круто. Это скилл, который позволяет всасывать в себя людей. Так, Пэт. Хе-хе-хе. Эквип. У меня теперь есть Пэт. Его можно проапгрейдить. Да, действительно. Он будет меня постепенно подхиливать. Но давайте один апгрейд сделаем, чтобы больше хилил. А сам я возьму себе какую-нибудь новую мутацию. Например, еще один отскок. Ну уж больно сильно он мне нравится. Классная реальная вещь. Ну отправляемся теперь в город. Понеслась. Аннигиляция. Хотя, стоп. Надо было начинать. Это птеродактиль? Пускай меня... Хотя, ладно. Меня же долго будут убивать. Но пускай убьют. Потому что нужно начинать со второй части города. Нет, меня так просто, друзья, не убьют. Ха-ха-ха. Военных слишком мало, когда они скопятся. Хотя, когда они скопятся и когда смогут хоть какой-то вред причинить, мы уже пройдем большую часть города. И, типа, смысла в этом особого не будет. Пэт мог сбрасывать на людей, не знаю, бомбы или вот эти вот ягоды, которые у него в руках. Или что это? Фрукт, может быть, какой-то. Но нет, он просто летает. И даже не знаю, как он будет меня хилить. Может быть, покормит меня этим красным фруктом. Хотя я питаюсь людьми. Зачем мне красные фрукты, когда я могу просто съесть человека? Так же гораздо лучше. Ну и способность мы используем в тот момент, когда людей будет уже много. Когда хп у меня будет мало, тогда, да, от этого будет польза. Блин, реально, остаются только черепа на улицах города. Это жестоко. Это жестко. Блин, мне даже теперь жалко людей. Больше, конечно, было сначала жалко монстра. Что все на него обозлились просто так. Ни за что. Но он хотел погулять по городу. Но люди первые начали стрелять. И люди получили ответочку. Все справедливо. Не взрывается. По-моему, все очень справедливо даже. Теперь меня уже не остановить. Остановить, но не сейчас. Потом. Потом. Ну это здорово, что после каждого захода следующего ты... Взорву, взорву, взорву. Да, вот они, ПТСики, попадали. После каждого следующего захода ты становишься все сильнее и круче. Я люблю, когда так происходит. Реально здорово. О! Чуваки с джетпаками появились и сразу исчезли почему-то. Так, давай попробуем использовать первый скилл. Блин, жестко много хп восстанавливает, однако. Классный скилл. Только почему наш монстр... Как его там... Рогатера, да, зовут? Почему он постоянно не может всасывать в себя людей? Это же была бы офигенная имбовая способность. У него постоянно было бы дофигища хп, он бы наносил много демеджа. Даже не пришлось бы использовать лазер для стрельбы. Просто идешь и всасываешь все на своем пути. Людей, здания, машины. Вообще все, давайте еще разок. Чик, фулл хп. Ха-ха. По-моему, умереть будет невозможно. С такой-то точно способностью. Вот мы уже... Еще новый пэт. Прикиньте, а ведь потом можно будет держать сразу не одного пэта, а пятерых, например. Это же офигенно круто. И каждый из них будет давать какие-то особенные бонусы. Надеюсь, дымажащие, а не только хилющее. Как же меня бесит эта машина на заднем фоне, которую нельзя взорвать. Всю ярость на нее потратил и толком ничего не сделал. Бесит. Ну давайте, люди! Вы мне нужны, чтобы пополнить ярость. Нападайте, не бойтесь. Ничего не бойтесь. Просто попробуйте. О, дроны полетели, уже лучше. Ну и я теперь могу давать ответочки. Потому что, наконец-то, есть, что можно разрушить. Пару зданий, пару машин взорвать, пару дронов. Блин, а откуда прилетают дроны? Не успеваю их заметить, как они подлетают ко мне. Блин, хпшечка. Как же быстро теперь падает хпшечка. Хотя, казалось бы, оба-на, новые враги, наконец-то, вертолет. Что-то новое. Хе-хе-хе-хе-хе, стоять всем! Вы все будете подвержены аннигиляции. Испепелению. Каждый из вас это заслужил. Каждый из вас познает мощь Рокотеры. Даже люди, летающие на джетпаках, должны познать эту мощь. Каждый человек на планете познает ее. А потом я вырасту до таких размеров, что смогу вообще все уничтожить. Даже целую планету расколоть, наверное, пополам. Прикольно. А почему так много хп? Наверное, все-таки этот хилищептеродактиль дает. Дает офигенно много пользы. Потому что я очень далеко продвинулся, толком не используя первый скилл свой. Именно всасывание. Смотрите, броневик какой-то появился. Бонус опыта небольшой. Здорово. А давайте используем первый скилл. Фулл хп восстановим. И можно двигать дальше. Почему я раньше не прокачал его? Даже я не знаю. Это должны люди за 17 секунд нанести мне урона на 1600 хп. Только тогда я погибну. Но сделать они такие вещи пока не способны. Ой, по-моему они становятся очень жесткими. Быстрее первый скилл. Очень жесткими становятся, однако. По-моему рановато я его использовал. Надо было попозже. Больше хп восстановил бы себя. Хотя нормально, он сейчас перезарядится. Не страшно. А, сломать здание, давай. Тут должен был быть, по идее, чекпоинт. Либо конец уровня уже. Смотрите, какая-то необычная башня. Это что за башня? Я не могу ее пробить. Вообще никак. Она не пробивается. Только с помощью рук. Ладно, буду ломать ее руками. Действительно от нее просто типа отскакивает лазер. И все. То есть нужно идти и просто получить... А, нет, не отскакивает. Просто демиджи ей нужно очень много нанести, чтобы хоть как-то ее пробить. Никаких отскоков в этом плане не было. Так что нормально. Это ошибка. Это ошибка. Моя всего лишь ошибка. Но появились башни. Да, как бы башни это страшно, ужасно и плохо. Но при этом исчезли все остальные. Противники мои. Обычные люди. Давай. Ради интереса попробую лазером пробить. Но сомневаюсь, что получится. Еще один урок. Ах, ярость закончилась. Какая же она бронированная. Пипец просто. Ну все, с башнями мы расправились. И смотрите, друзья. Какой-то отсек в земле и вертолетная площадка. Оттуда должен вылезти робот. И он, в общем-то, вылез. У него щит и меч. Мат о мех. И что я должен с тобой делать? У меня всего лишь два скилла. Офигеть. У него дофигища, слушайте. Прям дофигища, дофигища здоровья. Что он посчитал? Это урон, нанесенный мне? Одиннадцать? Шесть плюс пять равно восемнадцать? В чем смысл? А что я должен сделать? Неправильно. Я пытался написать шесть плюс пять... ...равно одиннадцать? ...на у меня не писалось почему-то. Кстати, свой супер скилл я использовать тоже не могу. Жесть. А как его побеждать? Непонятно. Очень страшно. Буду бить его руками. Лазер не помогает. Только руки. А руки наносят действительно дофигища дэмэджа ему. Давай загадывай снова свою загадку. Попробую ее разгадать. Эээээ. Не надо. Вот этого не нужно делать. Вот этого не надо делать. Все. Перезаряжаюсь и готовлю руки для атаки. Понеслась. Да уж. Да, люди, хватит меня стрелять. Бесите. А! Нечем отбивать. Да я быстрее регенерирую. Эээ, не хилься. Ну чел, ну не хилься. Нечестно. Ну не хилься, пожалуйста. Почему я не могу хилиться, а ты можешь? Так же не честно. У меня еще и ярости нет. Он хилится просто в наглую. Так, ты меня бесишь, вертолет. Зарвать вот эту штуку нужно. Людей тоже поиспепелять. Съем пироженку. Ага. Очень честно, чел. Не подпускает к себе. Просто очень честно. Давай, сейчас будет мясо. Ну, побольше уже демоджа. Взорвать ножку киевси. Да, маловато у меня урона. Это точно. О, теперь я могу первый скил использовать. Офигеть. Ура. А, хотел ракеты втянуть в себя, но что-то не задалось. Не получилось. Нет, но я должен его, по идее, победить. Вот только не сразу. А придется тратить время какое-то. Так. Потратил всю ярость абсолютно. Подойду еще, нанесу удар. А вот то, что здесь люди, меня даже радует. Я могу теперь, наконец-то, атаковать. Больше половины хп сняли. Еще атаки. Прекрасно. Осталось только треть. Так. Что я должен буду сделать? 4 плюс 3, 11. Что? Что я должен... 7. 7. А. Во. Коррект. И что мне это дает? Надо было переключать цифры там. А, опять загадка. Ну, давай. 12. 6. Ну, все правильно. 6 плюс 6, 12. Все верно. Я... Я... Я не могу ничего сделать. Это правильно. Волочи опять босс урон. Ты сам себя обманул. В смысле? 6 плюс 6 не 12 разве? Я что, с ума сошел? А сколько тогда? Ха-ха-ха. А сколько тогда 6 плюс 6, если не 12? Нормальный дэмэдж, нормальный. Ну, давай еще. Давай еще одну загадку. 10. 2 плюс 6. 2 плюс 8. Коррект. Видимо, там тоже нужно было сменить цифры. Просто ради того, чтобы сменить их. Только и всего. Давай. Взрывы, 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 взрывы. Больше, больше, больше людей становится. Это наш последний заход. Сейчас мы добьем его. Не хватило, не хватило ярости. Да вы гоните. Давай, взорвем вертолеты и добиваем. Еееееееееес! Ха-ха-ха-ха! Сити комплит. Ну, нормальный босс, нормальный. Легкий, конечно. Но нормальный. Город уничтожен. А малыши... Раготерра доволен. Сыты, довольны. Веселый, малыш. Большое спасибо за внимание, друзья. За просмотр. До новых встреч. Удачи и пока. Счастья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова